чтобы трение маски, губы не портило, не сушило. Так, может ли папа позволить себе ударить ребенка, если тот провоцирует по его словам? Конечно, нет. Такого папу нужно сразу отправлять в полицию, в тюрьму, куда угодно. Но это абсолютно недопустимо, и тем более по отношению к ребенку. Я даже не совсем понимаю, как такой опрос может возникнуть. Так, долго ли вы учили французский, чтобы начать на нем говорить? Я думаю, что я говорила где-то, не могу сказать, что я шикарно говорила, но меня могли уже понять на каком-то начальном уровне, через год начало занятий, может даже чуть раньше. Что вы обязательно делать ежедневно? Много чего. Много чего. Я думаю, что у каждой женщины, у каждой матери есть ряд обязанностей, которые делаешь ежедневно, и плюс к этому какие-то ритуалы, какая-то рутина домашняя, которая тебя успокаивает, какие-то средства для ухода за собой. В двух словах ответить на этот вопрос. Как вы укладываете волосы? Чаще всего я использую термобигуди. Вот, например, я использовала их вчера, и сегодня еще мои волосы, в принципе, имеют некоторое объем. Завтра я их снова вымойю и посмотрим. Что вы делаете, когда вам грустно? Хороший очень вопрос. Спасибо вам за него, потому что как раз я недавно на него отвечала. В реальной жизни, не виртуальной. Когда вам грустно, мне кажется, нужно позволить себе погрустить. Как это непарадоксально прозвучит. Сейчас я вам отвечу про коричневую тушь. Когда грустно, нужно этому чувству поддаться. Именно тогда она вас покинет. Нужно эту грусть как-то прожить, что ли, прочувствовать, а не просто от нее прятаться, потому что тогда она останется загнанной куда-то внутрь. Я не уверена, что это хорошо. Грусть тоже, чувство вполне естественное. Иногда оно должно... Вчера мне вечером было грустно, потому что была небольшая причина. Ну да, я немножко погрустила потом. Потом опять встряхнулась. Про коричневую тушь. Коричневая тушь мне не идет, как и серая. Почему? Потому что у меня достаточно черные ресницы от природы. И когда... Как и брови, собственно, можете заметить. Так вот, когда я делаю тушь более светлую, чем мои подлинные ресницы, это на мне очень некрасиво выглядит. У меня сразу как будто глаза исчезают. Поэтому тушь только черная, а подводка у меня чаще всего коричневая. Так. Много вопросов пошло. Сейчас, сейчас. Много ли у вас подруг? Много. Я уже отвечала. У меня 3 или 4 очень близких подруги. Десяток, наверное, приятельниц более-менее близких. И еще есть знакомые, с которыми я встречаюсь более редко. Так что да. Людей вокруг много. Сейчас, конечно же, все эти контакты вознаградятся в реалии. Это будет очень приятно. И это очень не хватает. Вы охладели к парфюмерии? Второй эфир спрашиваю. Вы не отвечаете. Я не охладела к парфюмерии. Мне захочется купить, может быть, даже себе подарить его на день рождения. Но в целом я сейчас полностью в старых ароматах. У меня тем более еще полный шкаф. И когда я покупаю какой-то аромат, это, как правило, тот из старых, который у меня закончился. Я не иду сейчас к новому. Мне важны мои такие основные ценности парфюмерные. Я бы хотела такую подругу, как вы. Спасибо большое. Меня очень трогают ваши слова. И спасибо за доверие. С какого воздуха у вас появилась красная помада? Я довольно рано начала носить красную помаду. Уже лет с 19 она появлялась. Иногда у меня на лице, конечно же, не все время. Но по каким-то особым случаям у меня тогда были очень темные волосы. И эта помада не выглядела так уж неуместно, как мне кажется. Рангоговорящий, потому что я никогда не выбирала по принципу... Продолжение следует...